Аллах Табарака Ва Тааля обращается здесь к верующим со словами «Выступайте в поход, и когда вам легко, и когда вам тяжело». Выступайте, то есть на сражение. Выступление к чему-то, нуфра, это поспешный выход по причине какого-либо происшествия. У ученых много разных мнений относительно того, что означают слова «когда вам легко, и когда вам тяжело». Но все эти разногласия относятся к «Ихтиляф Ат-Танавуа», когда мнения принципиально не противоречат друг другу, а не к «Ихтиляф Ат-Тадад», когда мнения противоречат друг другу. Как, например, в словах Аллаха Табарака Ва Тааля, «Види нас прямым путем», «Ихди нас сурат аль-Мустаким». Одни сказали, что прямой путь — это ислам, другие сказали, что это путь Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Третьи сказали, что это закон Аллаха. Другие сказали, что прямой путь — это путь Абу-Бакра и Умара. Но в итоге все это одно. Точно так же и в словах «выступайте в поход, и когда вам легко, и когда вам тяжело». То есть, будь вы старыми или молодыми, богатыми или бедными, занятыми или свободными, главное, выходите на пути Аллаха Табарака Ва Тааля. Приводится история про Абу-Тальху Аль-Ансари, да будет доволен им Аллах. Он уже был пожилым человеком и однажды читал Суру Аб-Тауба. Когда он дошел до этого аята, он сказал своим сыновьям, «Приготовьте мне снаряжение для джихада». Я увидел, что Всевышний Аллах говорит, «Выступайте в поход, и когда вам легко, и когда вам тяжело». Его сыновья сказали ему, «Отец, ты сражался вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, с Абу-Бакром и Умаром. Сейчас мы будем сражаться вместо тебя. Сейчас наш черед, а тебе пора отдохнуть». Но Абу-Тальха отказался от их предложения и вышел на битву и погиб в этой битве. Суть в том, что Аллах побуждает в этом аяте верующих выходить на сражение с византийцами. Это было первое такое масштабное сражение с такой подготовкой между мусульманами и византийцами. Он сказал, «Выступайте в поход, и когда вам легко, и когда вам тяжело». Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не дал никому разрешения оставаться в Медине в тот период. Наоборот, он приказал всем выйти за исключением пяти категорий людей, те, кто не принимает участие в войнах, как женщины, дети, больные, слепые и другие. Бедные, у которых нет средств снарядить себя для такого дальнего похода. Те, кому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказал оставаться в Медине, как Мухаммад ибн Маслема и Али ибн Абу-Талиб. Также те, которые проявили лицемерие, и чуть позже мы поговорим про них, и пятая категория, некоторые верующие, которые совершили грех, оставшись в Медине. Их было десять человек. Они ослушались Аллаха, но затем Аллах принял их покаяние. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не разрешил никому оставаться в Медине. Наоборот, приказал всем выступить в поход на битву с византийцами. Аллах Табаракава Тааля говорит, «Выступайте в поход, и когда вам легко, и когда вам тяжело, и сражайтесь на пути Аллаха». Жертвуйте своим имуществом, жертвуйте своими душами на пути Аллаха. Сначала упомянутое имущество, потому что оно является первоначальным, потому что джихад не может быть без подготовки к нему и снаряжения для него. Таким образом, жертвование имуществом происходит до битвы, а затем следует физическое участие в битве. К этому относятся слова Аллаха Табаракава Тааля, «Те из верующих, которые отсиживаются, не сравнятся с теми, которые сражаются на пути Аллаха, не щадя своего имущества и самих себя, кроме тех, кто испытывает страдания. Тех, которые сражаются, не щадя своего имущества и самих себя, Аллах возвысил над теми, которые отсиживаются, на целую степень». Но каждому из них Аллах обещал наилучшее. Аллах возвысил сражающихся над отсиживающимися великой наградой. Здесь Аллах Табаракава Тааля приказал выйти на джихад на пути Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Если вас призвали на сражение, то отправляйтесь». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Сражайтесь с многобожниками своим имуществом, своими душами и своими языками». Это все относится к джихаду с многобожниками. Аллах говорит, «Так будет лучше для вас, если только вы знаете». То есть, лучше, чем оставаться и отсиживаться, и не участвовать в джихаде на пути Аллаха. Как сказал Всевышний Аллах, вам предписано сражаться, хотя это вам и неприятно. Быть может, вам неприятно то, что есть благо для вас. И, быть может, вы любите то, что есть зло для вас. Аллах знает, а вы не знаете. И здесь смысл слов Всевышнего Аллаха «Так будет лучше для вас» заключается в том, что неучастие в джихаде – это зло для вас. Основа в отношении джихада, что он является фардом кифая, обязанностью общины, и что он является средством, а не целью. И он может стать фардом Айн – индивидуальной обязанностью. Если кафиры вторглись на землю мусульман, тогда для жителей этой страны становится фардом Айн отразить нападение этих кафиров. Если же они не смогут это сделать, то это будет обязанностью соседних стран и так далее, пока это не станет обязанностью всех мусульман. То, что происходит сегодня в Газе. Прошу Аллаха Табарака Ва Тааля погубить этих иудеев и тех, кто поддерживает их из числа стран неверия. Сейчас они объединились для сражения с мусульманами в этой благословенной земле, в Святой Земле в Палестине. Объединились для сражения с мусульманами. И поэтому на жителей этих земель лежит обязанность сражаться с ними. И судя по тому, что мы видим, они не проявили в этом упущении. Они сражались с ними и все еще сражаются с ними. Прошу Аллаха Табарака Ва Тааля, чтобы он помог им, защитил их и принял их шахидов. Обязанностью остальных мусульман является оказание им помощи тем, чем они могут. И обязанностью всех мусульманских стран является стремление оказать им помощь тем способам, которые они считают подходящим. И не дозволено оставлять их без помощи в подобной ситуации. в которой они находятся. И не дозволено оставлять их без помощи.